Российский оппозиционер, политический деятель, публицист и математик Андрей Пянтковский присоединяется к нашему эфиру. Андрей Андреевич, здравствуйте. Добрый день, Александр. Добрый день, Владимир. Андрей Андреевич, в последнее время президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден настолько немногословен, отвечая на некоторые вопросы, он однозначно дает ответ «нет». То есть готовы ли США признать Россию страной и спонсором терроризма? Отвечая на вопрос, продлится ли успешное контрнаступление украинских войск, вообще без слов ответил, просто палец вверх поднял и все. Давайте по первой теме. Почему Соединенные Штаты отказываются признавать Россию государственным спонсором терроризма? И стоит ли уделять этому столько внимания, сколько мы уделяем? Возможно, это второстепенная тема. Ну, аргументы американские подробно заложил коллега, выступавший передо мной у вас. И я то же самое говорил вчера в одном из своих интервью и тоже ответил и на второй вопрос, что гораздо важнее те решения, которые были приняты на пятом Рамштейне 8 сентября. Чем больше будут Дену Хаймерсов, чем больше будет Дену Этакансов, самолетов F-16, противовоздушные, системы противовоздушные, противоракетные, это важнее, чем объявления России терроризма. Но сегодня я отвечу по-другому. Просто ночные атаки, удары по ТЭЦ в разных городах Украины. И особенно та истерика, я не знаю, успели ли вы на это обратить внимание, торжествующая какая-то, аргумистическая истерия, царящая на всех российских парагомонистских каналах. Вот, наконец-то, вот так мы их будем добивать. Ну, она просто окончательно обнажает природу этого государства, природу его руководителей, ну и части, поддерживающие общество. Просто сейчас надо, это громадная моральная ответственность Соединенных Штатов и обязанность отреагировать на эти преступления против человечности. И, кстати, вот вся сегодняшняя реакция, она показывает, что это не какие-то единичные удары, это будет тактика беспрерывная в ближайшие дни, недели. Они там горячо обсуждали, что нужно бомбить все железные дороги, тоннели и так далее. И вот что еще особенно подало в поведение Москвы. Они же все сейчас 24 часа в сутки кричат, что против нас воюет НАТО. Не с Украиной там какой-то мы сражаемся, а с блоком НАТО. Ну, так хорошо. Так удайте по НАТО тогда. Почему же тогда вы посылаете свою дальнюю авиацию бомбить не города, не военные базы, не хотя бы конвои с оружием, идущим по территории НАТО, а направляете их на украинский ТЭЦ? Нет, немедленно надо объявлять этих мерзавцев международными террористами. Такая моя позиция сегодня. Да, Андрей Андреевич, нужно отметить, что реакция Белого дома была в контексте ударов по инфраструктуре Украины. И Белый дом осудил, конечно же, это. Поэтому, ну, да, реакция есть, а вот действительно ждем вооружения в соответствии с этим. А как вы думаете, Андрей Андреевич, если, вот, например, статья, если я не ошибаюсь, The New York Times, которая сообщает о том, что Украина, нет, простите, The Wall Street Journal, которая сообщает о том, что есть некий документ, в соответствии с которым Украина в Конгрессе США просит еще больше оружия, но тут уже вопрос 2023 год. И там упомянуты как раз те ракеты Атакамс, о которых вы говорите. А является ли это, вот, знаете, публикация такого заявления тем, что Белый дом рассматривает как раз эту передачу? Знаете, как это обычно бывает, что-то всплывает в прессе, потом Белый дом это делает, и как бы никто не понимает, что раньше был, там, хвост вилял собакой или откуда все осталось? Я думаю, что это зашло уже дальше, чем просто первое обсуждение в прессе. Поворотный рон, мне кажется, сыграли два документа в позиции Белого дома. Это, я не раз с вами обсуждал, это манифест 20, знаменитое письмо лично Байдену, фактически, 20 ведущих американских военных и политических экспертов, которые требовали ответить на вопрос, вот мы передаем оружие Украине для чего? Для того, чтобы, как сказал в свое время еще в апреле в Киеве, генерал Остин, Украина одержала победу, восстановила свою территориальную социальность и ослабила Россию до такой степени, чтобы она не могла больше повторить такую же агрессию. Или для того, чтобы, как говорит другой ваш советник, не будем его называть, Украина не потерпела поражение. Это очень разные формулировки. За этой формулой не потерпела поражение и как раз скрывается ее продолжение. Не будем избегать эскалации, не надо передавать Украине системы, которые могут удалять по российской территории. А второй документ – это статья, знаменитая Зауженого и Забросского. Основной термин, который использует генерал Зауженый, это не кабинетный аналитик, это человек, который руководит военным действиям Украины. Это термин «безнаказанность». Единственная причина того, что война может затянуться и в 2023 год, это громадная асимметрия в дальности огневого воздействия российской и украинской авиации, артиллерии. В 20 раз, говорит Зауженый, Украина может поражать цели на расстоянии 200 километров. А российская армия, как это вчера, они прямо казалось бы для того, чтобы подтвердить позицию Зауженного, атаковали дальние авиации где-то от Каспийского моря. Как это, наверное, делали в Сирии, также безнаказанно уничтожая Алеппо и другие сирийские города. Вот, по-моему, мне кажется, что вот в этой статье Зауженного и Забросского есть еще два генерала-соавтора. Это генерал Остин и генерал Милли. Она родилась как совместное ежедневное обсуждение ситуации между генеральным штабом Украины и Пентагоном. И мне кажется, что в Америке понимают вот эту проблему безнаказанности. И вчерашние атаки еще раз показали. И, кстати, еще один тезис Зауженного, я напомню. Он говорит, что если бы только сам факт того, что Украина, если бы обладала такими средствами, которые, скажем, например, могли бы в ответ ударить по ТЭЦ, но если не по Москве, Петербургу, то по Белгороду, Курску, Таганрогу, Ростову, то таких ударов вчера бы не было. Вот эту асимметрию дальнодействия необходимо нашим союзникам и Украине самым срочным образом преодолеть. Андрей Андреевич, Киев не раз обращался к мировым лидерам с просьбой, если уж они общаются напрямую с Путиным, то напоминать ему о том, что его государство совершает военные преступления, а он, соответственно, принимает преступные решения. И тут появляется возможность сказать это Путину в лицо, поскольку в ноябре в Индонезии состоится саммит большой двадцатки, G20. Как вы считаете, какова вероятность того, что Путин появится на этом саммите? Нулевая. Ну, уже же было заявлено, что в зависимости от условия безопасности и так далее, это уже подготовка к отказу. Ну, а я бы не был до конца уверен, вообще доживет ли Путин до ноября. Посмотрим еще, как развиваются события. Потому что я остаюсь при своем тезисе, что, скажем, такие впечатляющие события, которые могут произойти в самое ближайшее время, я не говорю, что обязательно через неделю, но в районе вот этого месяца, это освобождение Херсона и уничтожение Крымского моста, я уверен, что они произвели бы шоковое впечатление в Москве и в глубинного так называемого народа, и в бункере, и Путин уже бы потерял политическую власть. А потеря политической власти для него автоматически в два шага назначает и физическую смерть. Андрей Андреевич, ну, с другой стороны, несмотря на то, что мы разделяем абсолютно ваш оптимизм и ожидание того, что Путин может закончить именно так, вот на днях, когда он открывал это колесо обозрения, о котором мы говорили в парке заряде в Москве, там кажется, что народу абсолютно вообще наплевать, что российские войска терпят поражение где-то в Украине, на Харьковщине. Вот настолько ли сильно действительно сейчас этот нерв, или война просто переходит в плоскость поражения политического внутри самой России и внутри ее политикума? Вы это не усматриваете? Да нет, это как раз очень хороший показатель того, что народ-то безмолвствует, его не интересуют эти имперские амбиции. В общем, в день военной катастрофы и вождь народа, и народ там плясали вокруг какого-то... Кстати, не я первый уже сказал, в Москве есть царь-пушка, который не стреляет, и царь-ковку, который не звонит. Вот Путин добавил еще царь-колесо, которое сломалось же в первый день. Он будет сметен не возмущением народа на улицах. Вообще вот я приведу, пожалуй, ваш вопрос, меня к этому подталкивает. Недавно я предложил такой свой социологический опрос. Это не опрос какой-то, но всем опросам в России верить невозможно. Даже так называемым независимым левадам нет там никаких... Я себе, мой анализ такой наблюдения за российским политиком и медиа, я бы рискнул так сказать, что примерно 15% российского населения выступают против войны. Примерно 10% это ультрафашисты, которые критикуют Путина за недостаточность усилий войны. И вот эти 25% они вместе... Они сейчас одинаково требуют повесить Путина. А вот 75% им, извиняюсь, даже насрать и на войну, и на Путина. И когда я говорю о том, что Путин не перенесет вот этих поражений с Херсоном и Крымским Астаном, не то, что какие-то народные массы выйдут из мира. Это кризис, который мы уже видим в генералитете, в бункере, в Верху. Потому что у них идет поиск, идет поиск, непрерывный поиск козла отпущения. Генералы называют Путина. Путин генералов. Очень активно и неожиданно ведет себя Кадыров. Это естественно. Потому что Кадыров уже оперирует в постпутинской России. Ему же очень важно показать свою независимость. У него своя армия. Известно же, все силовики его ненавидят. Они считают, что Путин не довел дело до конца в Чечне. Но Путин действительно проиграл войну. И он платит Кадырову громадную дань за иллюзию сохранения реальной целостности России. И если Путин исчезнет, то от Кадырова нависает смертельная опасность. И вот все эти предложения, которые мелькали, что Путин и Кадырова приведут в Москву на высокую должность, да кем его не назначили? Начальником, директором Росгвардии, министром обороны, вице-президента. Его на второй день в собственном кабинете убьют выстрелом в затылок. И он прекрасно понимает. И никуда он не поедет. Тот процесс распада России, который предсказывают все эксперты после поражения России, он уже начался. И вот поведение Кадырова, такое уже независимое по отношению и к Путину, и ко всей верхушке, это демонстрация этого начавшегося процесса. Поэтому он прикрывается вот этой десятью тысячами боевиков, так называемых, о которых он везде рассказывает, что он их отправил в Украину, они у него есть, они были в отпусках. Вы, наверное, слышали об этом, Андрей Андреевич, что он говорил, они были в отпуске, они не могли, а вот сейчас они отправились в Украину. А вы помните, месяц назад он предлагал, это не прошло, к счастью, для Москвы, он предлагал противовоздушную оборону установить вокруг его родового имения. Да, было дело, было дело. Вот это еще тогда мало обратили внимания, но я-то сразу понял, о чем идет речь. Он уже в постпутинской России маневрирует, чтобы сохранить свою армию и продать себя чеченскому народу в качестве вот «я защитник с армией, я могу защищить вас от новой попытки России и нас закабалить». Андрей Андреевич, как вы считаете, Соединенные Штаты Америки полностью отказались от идеи предлагать Украине сесть за стол переговоров с оккупантами, с Российской Федерацией. Но поскольку сейчас бытует мнение, согласно которому во время своего последнего визита в Украину Блинкин якобы намекнул Зеленскому на то, что, может быть, пришло время сесть за стол переговоров. Я вот десятый раз слышу, почти в каждом своем эфире, я слышу вот такое предположение, что Блинкин уговаривал Зеленскому. Если уговаривал, то эффект, судя по всем заявлениям Зеленского, ну, в частности, его вчерашнего замечательного выступления о том, что мы готовы быть без газа, без воды, без хлеба, но без вас, сволочи, братья. И заявления других государств, свидетель Украины, показывает, что Украина совершенно... Более того, Украина ужесточила свою совместность с западной позицией. Она неоднократно подтверждалась. Западная линия была такая, что переговоры будут возможны только после отвода российских войск на линию 22 февраля. Вот тогда будут переговоры, но о мирном, естественно, уже тогда восстановлении территориальной ценности. А сейчас вот это даже в заявлениях подалека Резникова, вот это отвод как-то уже и не звучит, размывается до полного вывода на линию 1 сентября 1991 года. Вот такая формула. И то же самое в Америке. А какой... Что Блинкин? На днях Салливан, тот человек, который казалось бы такую пропутинскую позицию отставил. Его заставили, видимо, Блинкин и Остин, и сам теперь Байден произнести новую форму, подтверждающую полное единство взглядов внутри администрации. Он повторил, что только украинская сторона решает, когда ей начинать переговоры, о чем ей вести переговоры. А наша задача поддерживать Украину в любом ее стремлении до восстановления полной территориальности. То, что мы наблюдаем, наоборот, ужесточение. Ужесточение и украинской, и западной позиции. Я не понимаю, откуда возник вот этот фейк. Но он очень упорный. Я даже читал его в некоторых украинских СМИ. Ну, хорошо, не будем больше об этом говорить. Я категорически это прорываю. Я здесь все-таки в Вашингтоне нахожусь и немножко чувствую настроение. Андрей Андреевич, именно находясь в неком частичном информационном вакууме, мы периодически основываемся на слухах, которые появляются. И благо, есть такие эксперты, как вы, которые в состоянии опровергнуть эти слухи, аргументируя позицию, в частности, Соединенных Штатов Америки. Андрей Андреевич, вот та позиция Джейка Салливана, советника Байдена по вопросам национальной безопасности, Остина, которая впервые сошлась, то, о чем вы говорите как раз. Это хорошие, безусловно, новости, позитивные для Украины, консолидация. А какое сейчас влияние оказывает на американское общество Дональд Трамп? Можете об этом сказать? В плане Украины никакого. Он не по этому делу, как бы, его это совершенно не интересует. А республиканская партия, ну, в общем, я отвечу более широко на ваш вопрос. Андрей, в первую очередь, вы понимаете, наверное, контекст. Он же предлагал, да, по сути, обсудить Крым, и тогда бы войны можно было не допустить. Уже ответ Зеленского был о том, что Байдену просто наш президент предлагает снять, наконец-то, розовые очки и понять, кто такой Путин. Мы сейчас говорим о Дональде Трампе, да, простите, оговорился. не Байдену. Да. Во-первых, это не имеет никакого значения. Трамп не выиграет выборы. Ну, республиканцы, возможно, получат право-то представителей, но это абсолютно не изменится на позиции Белого дома, тем более, что ряд ведущих демократов, республиканцев, как, например, вот, Марк Помпео, при Трампе он был государственным секретарем, они критикуют Байдена за слишком мягкую позицию, недостаточно жесткую позицию по отношению к России. Единственный вопрос, по которому имеется консенсус у основного ядра и демократов и демократов, это принципиальная поддержка Украины. Конечно, в каждой партии и у демократов есть маргинальное меньшинство, левое меньшинство, которое выступает против поддержки, есть сумасшедшие республиканские партии. Вот, кстати, ближайший любимый комментатор Трампа Такер Калсон, любимец всех трампистов, включая наших русскоязычных, вот этих, я не могу понять, которые еще иногда появляются на украинском телевидении, русскоязычные любители Трампа, которые уверяют вас, что Байден уже обо всем договорился с Путиным, а вот был бы Трамп, все было иначе. Так вот, Такер Калсон, он центр просто бешеной антиукраинской пропаганды, что, ну, повторяет все мемы, которые выбрасывает путинская гентура, что доходит только 30% помощи этих вооружений, а все остальное оказывается на арабском востоке, у террористов, ну, и всему подобное. Так что все, а в основном политикум поддерживает Украину. А что касается вот крайних республиканцев, да, все друзья, впрочем, такое совпадение, все ярые, немногие антинтонны, вот когда голосование в Сенате, 10 из 100 голосуют против любого закона помощи в Украине, в палате, там 40 таких, и все они яростные трамписты. Но сам Трамп... Ну да, ситуация ясна. Андрей Пянтковский, спасибо большое вам за ваши комментарии, действительно обширная тема, будем еще не раз возвращаться, вероятно, и к ней, или обсуждать другие темы с вами в эфире. Пока благодарим вас за участие. Спасибо большое. Спасибо огромное. Всего доброго. Спасибо.